У меня появился новый светильник Временно мне предоставили светильник, предоставил мой друг Он этот светильник продает, скажем у него больший объем, он переехал в больший объем У него больший светильник, а этот чудесный светильник он дал мне погонять Ну и сделать какой-то видео обзор, может быть кто-то из вас услышит и захочет его купить Итак, что это за светильник? Итак, светильник гибридный, аэрсофт, диоды, плюс 4 лампы, 39 ватт, Т5 Все это Саша Логинов собрал в один чудеснейший такой мощный корпус, прямо как влетающая тарелка Я его поставил на свой аквариум Так как мой аквариум не приспособлен к подвесам, он у меня стоит на такой самодельной, деревянной Итак, светильник светит у меня какое-то время, наверное, может быть две недели, может быть недели, я уже точно не помню Я не советую так часто менять светильники, я не советую делать то, что делаю я, но я вам расскажу Свет новый, судя по всему, он другой, чем Дима Спанчика, чем светильник радио И вот какие изменения, что у меня нового с кораллами, я сейчас все вам расскажу и покажу Снимал я в пятницу, вчера, 24 мая, времени где-то с 19 до 20 вечера Сейчас светят диоды и две Т5 лампы 39 ватт Лампы АТИ, какие-то актинишные Что я хочу сказать, светильник мощный, сколько мощности, по-моему 300 ватт у него мощности Я его сразу поставил на 25%, там такая крутилка есть тоже, от общей мощности И поставил в общей сложности светят 5 часов Т5 лампы То есть одна сначала включается две, потом через час еще две, ну и так же выключаются Я вам скажу, что, наверное, за первых несколько дней поплохело, ну не поплохело, а поджимались некоторые ЛПСы То есть да, свет другой, свет мощный, и я как бы не буду советовать вам так часто менять светильники То есть вот общий вид аквариума, как вы видите, слава богу, ничего не ушло, все живое, все хорошее И сейчас по каждому отдельному кораллу я вот пройдусь и расскажу, что с ними так Так, ЛПС кораллы С ЛПС кораллами что случилось? Акантострея, одна акантострея, которая правая Которая правая, она начала сыпаться То есть от нее начали отваливаться просто куски мяса От края колонии, вот верх колонии, как вы ее увидите Она осталась целая А крайние полипы, они просто отвалились Вот такое вот мясо, ну не очень приятно Значит, мне высказали, тогда я поспрашивал своих друзей Высказали такое мнение, что пересвет мог такое вызвать Либо течения большой нет Я поставил их в тень, эти два коралла сейчас стоят в тени Вроде такая штука не продолжается Циклорезисы или фунги, они слава богу живы-здоровы Но вот Денис говорит, что вот эта, которая оранжевая, она немножко потеряла в цвете Денис, потеряла в цвете? Да, очень потеряла Денис говорит, что потеряла в цвете Ну, наверное, тоже из-за того, что я много навалил света По химическим, фосфат, нитрат, кальций, магний, в принципе, все стабильно Ну, по крайней мере, то, что я меряю, а меряю я карбонатную жесткость, соленость, фосфат, нитрат, магний, кальций Там каких-то колебаний ничего нет Ну, вот я вижу на лицо, что новый свет как бы побахнул по кораллам Дальше такой коралл Дункан или Дункан Вот с ним все хорошо Вот на удивление, что последний раз я добавил, когда на радиуме я добавил ультрафиолетовые спектры Его очень сильно вколбасило, он стоял такой вообще без настроения А здесь он на этот свет, он вообще никак не отреагировал То есть вот такое впечатление, что, ну, знаете как, наверное, ему все подходит Вот это вот мой Дункан, он брался там буквально пару головочек уже, наверное, год Ему он вот такой красивый вырос Слава аквариумному богу Нептуну или Посейдону, что с ним все хорошо Ну, я его кормлю, ЛПС, как я вам говорю, я кормлю Кормлю циклопом, артемия, чем-то там мелочевкой такой Дальше, самые, наверное, пострадали после Акантострей На такой новый свет, это вот эти вот чудеснейшие трахифили Трахифили, вы помните, какие у меня были с надутыми, надутые с такими этими полипчиками Вот они стоят вот в таком состоянии несколько дней Тоже их распихивал, распихивал под композицию, они сидят в тени Каталофилия, это коралл, который непробиваемый Как Денис сказать, это непробиваемый Он очень бессмертный, очень устойчивый Ну, по крайней мере, моя каталофилия Ей несколько раз было нехорошо, но, в принципе, вот на эти изменения Относительно Акантостре и трахифилия Она пережила вообще без каких-либо изменений СПС кораллы С СПС кораллами, ребята, я вам скажу На изменение света они отреагировали, на мой взгляд, позитивно На мой взгляд, позитивно Прямо какого-то супер роста не было Ну, не было и никаких стрессов То есть, ничего не происходило негативного цвета Сейчас я спрошу у своего цветового аналитика Денис, какого они цвета? Ну, нормального цвета или такой себе? Денис улыбается? Мне кажется, немножко каралось, стрессанули Стрессанули, да? Немножко посветление, но вот сейчас, судя по чалюсу Ну, чалюс, он вообще не должен был здесь, Денис Он слишком высоко Восстанавливается Восстанавливается, да Ну, прошло уже больше недели Уже как бы нормально Вот этот коралл, который на первом плане Монтипора Она вообще была вот сразу же какая-то белесая Сейчас она немножко начала набирать цвет Сзади дигитата и акропора Они вроде себя чувствуют нормально Но опять же таки, как это вижу я? То есть, они не начали сыпаться Не начало каких-то нехороших явлений происходить Еще, да, такой ЛПС коралл, как и у Фили Они отреагировали Немножко сжали с самого начала Ну, потом Вроде нормально выглядят Эти чудесные кораллы, которые вы видите на черной решетке Это тоже презент от нашего друга Саши Чей светильник на них сейчас светит Почему я их поставил на решетку? Ну, потому что у него очень высокотехнологичный И крутой аквариум Я боялся, что эти акропоры в моем, скажем так, low-tech аквариуме Которые очень люблю Ну, могут посыпаться Вот полет уже проходит 3 дня Кораллам хорошо То есть, наверное, через какую-то недельку они еще постоят Адаптируются А я их где-то расставлю на своей композиции Ну, то есть, опять же, это для меня вопрос Потому что кораллы, вот, у него композиция Из биокерамики И вот эти плащики он вставляет в отверстие У меня такого нет Мне надо как-то вот здесь Придумать какие-то большие камни Как-то вклеить эти Ну, то есть, это опять же такая интересная работа Которой я займусь потом И, собственно, я хочу вам показать чудо-светильник Ну, не чудо-светильник Чудо-светильник как-то так иронично звучит Светильник, который сейчас у меня временно стоит Вот так он выглядит, да Денис, вот, он улыбается Ему очень нравится эта штука Зачем я сделал его так? Я закрыл, потому что его пришлось ставить на некую высоту Светильник радиума, он компактнее И он низко стоит Этот светильник стоит у меня где-то 20 см над водой Я соорудил вот такую вот чудеснейшую Чудеснейшую Вспомнил уроки труда Вспомнил уроки труда Нашел какие-то деревяшки в подвале И сколотил вот такую табуретку Но, опять же таки, так как светильник у меня временно Что-то строить такое монолитное Я не буду В нем, вот сейчас, видите, горит одна Т5-я лампа Ну, одна пара Т5-х ламп и диоды Да, вот так вот выглядит Так вот выглядит аквариум сверху Так вот он выглядит вообще сверху Вот вы видите Такая массивная алюминиевая Массивный алюминиевый профиль То есть мощность тут большая, по-моему, 300 ватт Вот я вам позже сниму видео, расскажу Кулеры встроены очень красиво И вот две пары Т5-х ламп Корпус этот собирал Корпус этот от Саши Логинова То есть сделано все очень качественно, очень добротно То есть вы видите здесь, на этом светильнике есть И пассивное активное охлаждение То есть кулеры у меня не включались Потому что они у меня работают на 25% Поэтому и даже не срабатывали Активного охлаждения хватало Светильник, конечно, лучше подвешивать Но у меня нет такой возможности Вот я его временно поставил Может быть что-то сделаю Может ничего не буду делать Вот так он может будет стоять Вот светильник очень красивый, очень крутой Обращайтесь, кому интересно То есть это такой светильник с его потенциалом Конечно, для какого-то СПС-ника Даже глубокого какого-то СПС-ника Судя по тому, как мои кораллы заплющило При том, что у меня размеры 900 Глубиной 600 и высотой 500 То, наверное, где-то до метра 20 Смело можно этот светильник ставить Метра 20 и глубиной И больше 50 сантиметров Подробный технический обзор Я вам расскажу через пару недель Кому интересен этот светильник, пожалуйста, пишите Или на Facebook, или в Instagram Или на почту, которая указана в описании